И он с 17 лет, он говорит, или с 16, он перестал писать на бумаге. Его мама, ей не нравилось, чем он занимается, и как он говорит, она у него забрала его тетрадь, а он теперь вот говорит, что находите люди делать то, что вы, в то, что вы верите. Он начал сочинять здесь, и поэтому он как бы от сердца, понимаешь, он говорит, что он не пишет, потому что если он пишет, это не от сердца, это не ты, если ты это пишешь, и он все держит в голове, и придумает, я могу показать, как он придумает. Ну, может быть, его талант вот. Вот, так он мне, вот, так сейчас прерву ту песню. Субтитры сделал DimaTorzok Его ждут там, видимо, он опаздывает или что-то такое, но он с собой таскает микрофон, даже когда он ездит там давать концерты, это его комната, он установил, и сейчас у него там идея, и он хочет их записать все быстро. И вот ты сейчас, ты видишь, как он сочиняет... Видишь, он говорит, слишком классно для школы. что я выпал, drop out по-русски, что выпал, как будто бы я выпал с неба. Понимаешь, как он гениальность этих слов? И это он просто придумывает. Я выпал, как будто бы я фейл, но он использует слово фейл. фейл и фэл. Слышишь разницу? Фэл – это упасть, а фэл – это повалить, как бы, экзамен. Понимаешь, он такие вот использует трюки в своих словах, что... Ну, как бы, ты в голове думаешь, как бы, разные варианты, ты понимаешь? Окей, может быть. Это создаёт очень такой сильный метафор, вместо того, чтобы просто сказать, как бы... Я сейчас вытру небо из моих глаз, как бы, я сейчас всё правильно вытрую. Субтитры сделал DimaTorzok Да, так вот здесь вот приходим к этой песне. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Его голос тоже. Он такой начинает петь, вот он упоминяет. Мы не одинаковые. Я знаю. Что я могу твои мозги, ну я не все слабы, а я могу, меня некоторые привяжут, я могу твои мозги забрать, достать как бы на сейле, за торговую, баген. Купить. Баген. Баген это, ну, такой дел, как просто дел. Ну, с торговаться, делай. Да, как бы за торговой, как бы дешево можешь твои мозги, знаешь. Как будто бы я купил в Таргете, знаешь, такой магазин. Что хип-хоп, это жанр, это мой, как бы супермаркет, это мой магазин. Что у меня коляска заполнена просто фальшивыми артистами хип-хопа. Я голодаю. Извини. Я должен все это скушать. И я приду назад утром, потому что он голоден, понимаешь, и что он их скушает, что их уничтожит. Вот. Это его компетишн. Понимаешь, опять про той... Мы не те же самые. Я инопланетянин, как Гонзалес, знаешь, пару лет назад, ну, 10 или сколько-то лет назад, во Флориде была целая такая новость, что какой-то из Коста-Рико или Порт-Рико или откуда-то был такой мальчик, и он здесь нелегально оказался, и была контрреверсия против этого. Он говорит, что я alien, как он, а по-английски alien — это иммигранты. Просто он начинает такую рифму, и слова, вот как рифмы, но он в какое-то время просто меняет эти слова и рифму, зависимая от слова, которые он подбирает, и целая другая структура. Так как бы у него и его песни нет вот одной структуры. Прямо сейчас вот... Вот. Еще он начинает многих песни с зажиганием зажигалки, такой звук начинает. Это что он как бы начал курить марихуану. И он... Это тоже работает с его персоной, потому что он говорит о том, как он ненормальный. Он говорит в своих песнях, что у него мысли просто, его мир... То есть он иногда приглашает нас в его мир, и чуть-чуть как бы... Не знаю, как сказать, но он полностью не может рассказать... Не рассказывает наш весь мир, но мы знаем, что этот мир намного другой, чем наш. И как будто мы просто не можем это понять. И вот в смысле наркотиков и марихуаны... То есть это как бы связано, что у него идеи просто такие... Как бы... Ну... Не из этого мира. Вот. Как бы он сейчас вот на курице вот расскажет вот что-то. То, что-то, что ненормальное как-то. Эта песня называется «Бегать этот город». Но более правильно перевести это, наверное, как бы... Что мы контролируем этот город, но в смысле... Ну, типа политический, но более как бы... Мы как бы жизнь это города. Мы... Мы... Не значит, что смеется то, что он не... Ему это... Понравится все. Негр, мы, мы, видишь, он говорит, негар, негар, we are, видишь, он так вот, готовы, ты это выбрала? Мы готовы к этой войне, как он говорит, чтобы... C-A-R-T-E-R, это его имя, C-A-R-T-E-R, и это название его, ну, диска, который он выпустил, который очень был такой популярный. R. Сейчас. Поставь бит, это, как это сказать? Ну, это пари, когда, да, заключают, когда спорт заключают. Не, бит, это вот это, у этой музыки, это вот такой. А, не ритм, что ли? Да, такой бит, это, да. Еще когда сердце, вот это бит. Да, 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 ну, удары сердца. И он потом говорит, поставь этот вот бит в E-R, в emergency room. Я приняла. Я холоднее, чем E-R. Или, а, я холоднее, чем B-R. B-R, это, и потом говорит, добавь еще три R's. И получается B-R-R-R, так брррррр, когда холодно так вот делает. Понимаешь? И ты потом понимаешь, о чем, что такое Б-Р. Я поняла. В общем, он себе нравится тем, что он создаёт необычные сравнения разных слов, и из этого необычные ритмы получаются у него. Ну, это, я просто говорю, что это часть его гениальности, потому что другие певцы, у них нет, они не такие, у них слова их песни такие усложные, как бы, они очень, типа, простые, например, тем, что вот, ну, можно сказать, что я сильный, или можем метафор придумать, который очень такой, тебе покажет, что ты нашёл. Я поняла, что тебе нравится. Значит, вот эти рифмы, которые он образует, они иногда дают совершенно другой смысл, как бы, словам. Ну, да, это часть этого, но и метафору, которую он строит, он ещё, ну, вот сейчас послушаю часть этой песни, и просто сколько у него в мозге есть. То есть, представляешь, я не могу такое вот придумать, то есть... Ну, ты так и думаешь, что он вот прям на ходу сочиняет. Ну, ты видела, как он сочинял, он не на ходу, то есть он сначала попробовал вот так, потом ещё раз вот так, но он... Ну, он не записывает это рукой, но он записывает это на пластинку сразу или куда-то. Ну, он запоминает это. Ну, что-то запоминает, а что-то остаётся на пластинке, чтобы потом вспомнить. Я думаю, что это не... Но он же, видишь, записывал сразу. Ну, это не видно, он может... Это записано на микрофон, это не значит, что там... Он просто записывал на микрофон, и потом он это изменил. Ну, правильно. Я не знаю, я знаю, что я не исполняю так много, как он, но я запомнил много... Ты же знаешь, ты же сама запоминаешь поэмы, которые ты запомнил там 10 лет назад. Да, 50 лет назад. Ну и 50. Так если он это занимается 20 часов в день, то... Ну, это даже... Нет, ну, конечно, что-то он запоминает, но он и оставляет где-то в записях. Пусть с ней рукой пишет, в диск где-то, потому что... Ну, иначе бы он просто не мог выступать на сцене, понимаешь? Он, конечно, готовится, не может этого. Ну, на сцене он... Ну, я не знаю, но я не думаю, что в этом как бы заключено мальсистое, пишет он или не пишет. Ну, конечно, ну, окей, значит, он... Да, он вот затрагивает разные темы, он может перевоплощаться как-то, и подбирает хорошие рифмы, сомнения, эти метафоры, как ты говоришь. Да, но зато...